Ушел, ушел, что делать? Ушел, ушел. Который не достигает в жизни? Ничего не делает. Что делает? Как поддержать сумму? Видите, все ваши вопросы направлены на результат. Видите, у меня спрашивают о чем? О результате все. Это означает, что понимания нет того, что надо делать на самом деле. Вот как девушка спросила, что такое духовная жизнь? Объясните мне, Олег Иванович. Вуховная жизнь начинается с того момента, когда человек знает, что не надо спрашивать о результате. Результат будет обязательно. Надо немедленно начать духовную жизнь. Потому что одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Иванович опять же, вот она мне спросила, как помочь своему сыну, так же, как вы? И я говорю, как помочь? Она такая, я не успел даже рот открыть, и она сказала, опять молиться, что ли? Вот как поддержать словами? Никак не поддержать словами. Я тебя любью, но вы же его не любите. Вы любите, сейчас объясню, смотрите, вы любите не его. Для того, чтобы его полюбить, надо вам всем сердцем молиться святому человеку. И когда вы простите ему его судьбу, тогда вы его полюбите. Человека можно полюбить только в целом, вместе с его плохим периодом. Человека можно полюбить только в целом. Мать любит не сына, она любит счастье, которое от него исходит. Как? Видите, вы о чем сейчас говорите? Вы говорите, Олег Геннадьевич, все равно он должен быть счастливым. А я вам говорю, нет, все равно он будет жить так, как ему положено. И женщине очень трудно объяснить, что ребенку ее придется жить так, как положено, а не так, как она хочет. Потому что она требует счастья от своего сына. Она говорит, Олег Геннадьевич, я хочу, чтобы у него все было хорошо. Почему вы хотите, чтобы у него... И опять мотайте к вам, нет, Олег Геннадьевич, нет. Один учитель говорит, я тебе все время хочу помочь, а ты все время мне отрицаешь. Все время говоришь, нет. И учитель говорит, мой учитель, я вам не отрицаю. Похоже, что у нас с вами беседа не получится. Следующий вопрос. Режим принятия пищи. Никакого режима. Нет, не нет, а да. Когда мать кормит, есть режим, означает влияние солнца. Когда человек находится под влиянием солнца, то карма начинает действовать. Солнце — это колесо времени, кала-чакра. То есть все время через него действует карма. Когда женщина кормит, вынашивает ребенка, и ребенок до 5 лет, все эти личности не находятся под влиянием солнца, они находятся под влиянием луны. А луна — это тот объект, который освобождает от кармы. Когда люди находятся под влиянием луны, у них нет никакой кармы. Допустим, луна так ждает людям любовь. Поэтому, когда люди любят друг друга, и они когда ночью зачинают ребенка, то у них нет расписания режима дня. Они просто любят друг друга и не спят всю ночь. Потом спят днем, и это не является греком уже. Во сколько хочешь, когда кормишь крудью. Завтракай, обедать, ужинать во сколько хочешь. Нет проблем. Ему сейчас не скажешь, что сказал, что Сталик Геннадь сказал. Расслабься. Пока кормлю крудью, живу как могу. Ваш сзади дамы членов. Скажите, пожалуйста, куда душа самоубийца попадает? Душа самоубийцы, вот то, что я видел, то, что обычно происходит, она остается на земле и живет, не имея возможности жить. То есть она пытается строить отношения со всеми, но возможности нет, и она сильно страдает. Это так называемая жизнь в тени привидения. Как в фильме, да? Но когда за нее молятся люди, постепенно вот это вот оказание заканчивается, и она уходит в следующий сюжет. Нужно за нее молиться за такую душу. Спасибо. А как молиться, я говорил, надо думать о святом человеке и просто ему молиться. Не надо думать о человеке, который убил себя. Так как вы с ним связаны, вы родственники, он очистится сам в результате вашей молитвы к святому человеку. Идяется ли человек самоубийцем, если он умер при дозировке наркотиков? Да, он удивляет самоубийцем, потому что он же убивал себя постоянно. Просто не сразу убил. Наркотики колоть означает убивать себя. Он нечасто убивал себя, да? По немножечку, да, себя убивал? Ну, говорил же, нечаянно убил себя. Ну, вот он убийца, значит. Молитесь за него. Вы в гражданском браке с молодым человеком живете. Так, дальше. У вас замечательные отношения. И? Бывшая жена в разводе. Два раза не женился. Она теперь третий раз хочет. У них есть ребенок. И в чем ваш вопрос? Ну, вот есть ребенок. И что? А, то есть, смотрите. То есть, у нее появился ребенок от другого мужчины, да? И он ее оставил. А она просит теперь вашего мужа усыновить как бы этого ее ребенка, который у нее там получился. А потом попробует еще следующего усыновить, да? То есть, она, получается, работает как комбинат по производству детей для вас. Так? И что делать теперь, да? То есть, она, она, это, она, это, она, это, штабует детей для вас, да? Не для себя, а для вас. Спасибо. Продолжение следует...